...большую, ну не буду фамилию называть, и говорит, что 240 миллиардов в Соединённых Штатах добыт сланцевого газа. В газете написано, вот, которая вышла буквально месяц на 180 миллиардов. До этого писали, начинали в девятом году, там, где-то 60 миллиардов. Простите вы меня, чтобы такой скачок сделать, надо располагать не сланцевой породой. Сейчас я к этому вернусь. Надо располагать хотя бы вот такими коллекторами, которые у нас надо импортать. Ямбург, буренгой, медвежьи, заполярные. Это лучшее, что есть. Она здорово помогла, но здорово она и минус свой имеет. Потому что успокоились, можно без большой науки спокойно так и добывать. А жизнь-то показала это другое. Пошли внизы, сразу сложности возникли. Тер-Саркисов выступает. Россия, представитель Газпрома. Там уже скважины были латеральные, горизонтальные. Я сам проект со своими коллегами делал, знаю эти вещи. Даже вот я специально собой прихватил из одного из моих докладов. Хотел сразу сказать по поводу, вот здесь Светлана Ильинова делала доклад, относительно себестоимости добычи. Это абсолютно проверенные данные. Целую группу людей я посылал на месторожения, где они занимают вопрос себестоимости газа. Значит, это с экономистом нашим, не газоэкономика делалась. Это в ней Газпром был. Синаман, если взять за единицу, при 90% избекаем запаса, а мы берем там 90%. В Оланжине уже на глубине, это 1200, на глубине 3000 метров, 7 раз себестоимость добычи повышается. А если мы уходим уже внизы, то есть близко к свойству вот этих коллекторов, Ачимовские и Юрские залежи, а там уже 37 раз. 37 раз относительно себестоимость повышается. Когда, извиняюсь, каким образом мы вообще можем говорить об экономике большой, фундаментальной экономике, который скажет, что такое хорошо, что такое плохо. Если нет такого понятия. Изначально если бы геологи нам бы расшифровали бы эту картину, а люди разработки бы посчитали бы, то убедились, Илья Михайлович, что полку ты там не удержишь, потому что удельная плотность запаса в таких коллекторах маленькая. 14.35 время. Меньше твердых частиц. И там очень-очень низкое содержание газа. Спрашивается, а как это при отборе газа? Долго ли она будет дышать таким образом, запасами своими, чтобы полкладиратора намерно тренировать, как в обычных залежах? По трещине просвистит, извините за непротокольное выражение, и все. Поэтому у них и не держится это. Поэтому они и бурят. Если у нас 600 скважин на таких гигантах, где на добыче стоят, по простиранию, по длине, порядка 150-180 километров, а по ширине под 100 километров, 600 скважин. А здесь у них, посмотрите, тысячи скважин будет. Потому что если они натыкают, они их много, да, они не сумеют удержать вообще добычу. Потому что очень быстро встречается. Я и говорю, это же каким же образом они, я посчитал специально, а каким же образом они догоняют нашу надымпортазовскую добычу? Ну там же проницаемость 600, тысяча миллидарсий. Там одна атмосфера, полтора атмосферы депрессии. А здесь что? Здесь для того, чтобы что-то получить, надо гидроразрыв сделать. Да и еще какие последствия будут? Я не буду в эти дела ввязать уже. Потому что у меня вообще к репрессивным методам издавна она всегда вызывала аллергии. Ну и репрессия есть репрессия. Хоть на человека, хоть репрессия на плац. Она тоже же, тоже стонет, тоже чувствует на себе насилие. А что вы думаете? Плац нету, не безразличный к насилию. Очень серьезно надо к таким вещам относиться. Поэтому я просто, вот извините, далеко от того, чтобы на нравом учении или чувствовать себя педагогом, здесь, упаси бог, тут настолько уважаемые люди, я с удовольствием тебя заслужу. Только просто хочу сказать, надо здесь очень и очень аккуратно подходить. Очень аккуратно. И к гидроразрыву надо аккуратно подходить. Взяли бы одну скважину, я говорю, пробурили бы, сделали бы традиционный гидроразрыв, который правильно сказали. Он был первый не у них, не правда это. Он был первый, был испытан в Бакуум. Это 40 какие-то, какие-то годы были. Автор известен. Поэтому не они, потом ее перехватили, наши же, в Ставрополь, и там расширили фронт этих работ. Поэтому, а? Нет, в Ставрополь, в Ставрополь. Да. И вот, я к чему сейчас это говорю, что это, можно было бы сделать гидроразрыв нормальный, без всяких вот этих вот, 500 с лишним компонентов, которые, это я, это я привез, в 6 минуты, признаюсь, передал, уважаемый Владимир Владимирович, причем я не собирался брать, я говорю, я уезжаю, коллеги со мной, за 2 дня встретились, я говорю, да вот послаться в угадок посылают, Фридорф Михайлович, сейчас есть такая вот, вы мне рассказали, двухчасовой, я говорю, ну сделайте мне 6-7 минут, я говорю, да, я посмотрю, люди посмотрят, вот, поэтому, когда вот мне сказали, я услышал, что сгущает краски, ну, может быть сгущает, я не знаю, я же не утверждаю, что там истинный 100%, но, предусмотрительные, предупредительные вещи здесь ощущаются, ощущаются, понимаете, гидроразрыв всегда давал и дает, очень разветвленный сеть микро- и макротрещин, но всегда в пласте, как вы знаете, не без этого существуют и водоносные структуры, а водоносных структур есть свойства, они не могут замыкаться в каких-то границах, они продолжают, геологи лучше меня объясняют, как она, эта структура водоносная идет, она выйти, выход должна найти, а если она вот с этой гадостью выход найдет там, как ее локализовать, как ее нейтрализовать, вот, поэтому, есть очень и очень серьезный вопрос, да и потом, вот, удачный доклад был, вот, рядом коллега мой сидит, с такой серьезной, вот, с серьезного верха, которого представлял, вот я когда сказал по поводу боженской свиты, так здесь, если вот, длинистость должна быть, загранизировать, должна быть не больше 50%, больше 50% бесполезно сделать гидрозрыв, уже пластическая масса получается, да, на боженской свете сталкивались с такой штукой, сталкивались, я сейчас очень плотно, вот, меня попросила там команда одна, серьезно ознакомиться с ихними томографическими исследованиями, а томографические исследования все нутро, вы знаете, в больницах многие тут поликлиниках просматривают, это тоже самое медицинский томограф, мы его первые в стране купили, первые поставили, в Амигазе, я сам покупал, сам ездил, сам стажировал людей, и сам стажировался, я хочу сказать, мы первые просмотрели, что такое томограф, он все нутро показывает, в 3D, это же по слоям, все потом собирается, вы видите, что это такое, так вот, после гидрозрыва, не могут иногда, что-то собрать, и после бурения, тоже во время бурения, натыкаются на высокопластичную, массу, так что, если больше 50%, значит, надо это иметь в виду, более 1% должна быть органика, чем больше, тем лучше, потому что, она генерирует, все-таки, вот содержимое углеводородов, углеводородов, это же органогенные, все-таки теории, пускай геологи не критикуют, не я ее придумал, это теория, издалека, еще на студенческом, вот у нас учили ею, да, вот, ну и пористость больше 5% должна быть, а если пористость низкая, где же тогда запасы газа находятся, а у них пористость очень низкая, отсюда, я так думаю, что говорить, вот как они говорят, что добывают 240 миллиардов, там, или 180 миллиардов, убей бог, я не могу понять, я последние несколько лет почти буду так, как не вылазил, из Америки, потому что я главный руководитель штокманского проекта, вся команда была сконцентрирована там, я только пролетал, подрядчики собирали, то, что там сделал, обязательно, с кем какие президенты появлялись, мой был первый вопрос, хотя я к сланцу отношения не имею, но я имею право изучать то, что мне интересно, имею, потому что я пишу книги, и надо что-то, новое, что-то туда писать, и могу сказать, когда я говорил, что тут творится у вас, что за бум какой-то, революции говорят, да ничего нет, откуда вы взяли это, вот я вам даю слово, каждый из них так и отвечал, думаю, тогда не понимаю, откуда тогда все это течет, откуда такие вот показатели появляются, мои друзья со мной уже спорят в Москве, я не против сланцевого газа, если он есть, я против того, чтобы из сланцевого газа можно было разорвать эту Украину, так чтобы, извините, как правильно сказал рядом сидящий молодой человек, что у него трое детей, он никуда их не собирается отправлять, чтобы они здесь учились и жили, он правильно говорит, понимаете, все проекты сопровождаются экологическим разделом, вот какой раздел здесь экологический будет, кто проект видел на эту скважину, которая будет, кто-то проект увидел, авторы увидели, кто-то какие-то исходные данные дает, кто-то согласовывает, так как же тогда получается, пришли, увидели, победили, что такое шел, я знаю, они сейчас со мной работали, вплаку, и два вице-президента, и президент, их не узнаю, слава богу, и могу сказать, что ребята сильные, сильные ребята, палец покажешь, рука на руку, так что, они у меня бывали каждый день, по два человека, по десять человек, вот это связано со штокландским месторождением, но я так представляю, что они, конечно, на самом деле компания сильная, это надо признать, у них мощные, самые как его, в Гаге сидит компания, мощная у них наука, я с ними много общался, они приезжали ко мне, так вот, могу сказать, что это компания сильная, ну а при чем здесь компания сильная, и их интересы, вы думаете, сейчас они сланец будут искать там, они пробурят просто, наткнутся на хорошее, бог дай, тогда они, конечно, могут быть уже представителями, значит, на какой-то будущий, гигантский проект, может быть, вынимаете, они ищут работу, потому что они сейчас везде ищут для себя работу, им негде работать, так что вот здесь надо быть поосторожнее, надо быть поосторожнее, если я, может быть, несколько, может быть, несколько обострил я свое выступление, но хочу сказать, что для меня пока не очевидно, что это не энергетический пузырь, не очевидно, что это вообще не газовый пузырь, может быть, и добывает чего-то, но как они сказали, государство ни одного доллара не дает, это дело бизнеса, собирается бизнесмена, правда, в газете пишут, там, в стритовске, там, и так далее, там, и прочее, прочее, меня такая публикация, ничего не интересует, каждый журналист пишет то, что он думает, что такое журналист, поверьте, хорошо знает, поэтому, всегда, когда я интервью давал, вернее, обратно, я посмотрю, пока подписи мои не будет, набрут, будь здоров там, поэтому, а мне потом отвечать перед руководством Газпрома надо было, да, я, естественно, и пресс-секретарь еще его проверять обязательно просил, чтобы он посмотрел, что я сказал, так, как я сказал, они еще там, они напишут, поэтому, все, что хотите, вбросы всякие-то идут, здесь надо, конечно, вот, как-то, вот, поосторожнее быть, их неинтересно, это должны быть интересы Украины, их неинтересно, даже интересы всех следящих, а это тогда, когда, вот, на самом деле, собирают, верхние, на верхней полке собирают, в густах, самых лучших, умных людей, и здесь я их вижу, и программу готовят, нет программы, я вот делал программу, по указанию президента Путина, да, Владимир Владимирович, программа своей месторождения полуострова Ямал и приямальского шерфа, тома были, это не то, что программа там, тома были целые, для того, чтобы сдрогнули, как осваивать Ямал, а что вы думаете, простое дело? Не, очень сложный вопрос был, так же, генеральная схема развития газовой промышленности до 2030 года, я руководил ею, думаете, просто был? Не, там надо все показать, так и здесь, это генеральная схема для Украины, поэтому программу бы, если вы видели бы, было бы здорово посмотреть, а я с этой программы ездил несколько раз в Салехард и докладывал, и кому только не докладывал, все должны знать, поэтому вот, обращаю внимание на эти такие тонкости, вот, наверное, я уже, наверное, перебрал время, вот, вопросы есть к вам, вопросы, пожалуйста, я уже, я закончил практически, почему мужчина предпочтение такой? Нет, надо дамы дать, я согласен, вы ко мне обратились, да я попросил, я попросил. Не принимали участие ученые, я считаю, такое заявление несправедливо. Я сказал, принимали ли участие ученые? Отвечаю на ваш вопрос, принимали, массовое количество, премьер-министр Украины, доктор наук, президент Украины, доктор экономических наук, профессор, министр социологии, и когда найдет свой терярный диплом, тоже будет специалистом, это относительно непринятие участия ученых. А теперь разрешите вопрос. Вы убедительно пояснили всем присутствующим, что технологический риск поиск осланцевого газового госпожа Гайи и также себестоимость может быть достаточно высокой. Не кажется ли вам, что компания Шелси это прекрасно понимает, утверждает, что собирается у нас разыскивать, которую искать сланцевый газ, по которому уже существует определенная информация, а на самом деле претендует на нефть. На самом деле ее интересует нефть, которая находится в этом Днепровско-Донецкой упадине на глубине свыше 5000 метров. Спасибо. Спасибо. Ну, на первый вопрос вы сами ответили, только я его вопросительным задал. Я спрощал, я говорю, а привлекались ли? А вы ответили на мой вопрос, что привлекались. Ну, значит, привлекались. Да, теперь это самое, вопрос по поводу вот интереса Шелла здесь, насколько они искренние в этом вопросе. Вы знаете, что я хочу сказать очень непростой вопрос и боюсь, вы знаете, они же хваты. даже не писать, что такое психологические хваты вот эти компании, все они жесткие очень. Вот сидишь, хватает, вот сидишь с ними, обсуждаешь, когда проблема, да, они очень жестко себя ведут. Если так будет, ради Бога, не подумать, что я человек нескромный, я не позволяю, все мое окружение прекрасно знало. Я иногда мог и на русском языке выразиться, и говорил, переводчик купил, нельзя переведить, как я сказал, потому что другого языка не понимают. Они же пришли и за короткое время хотят все забрать в руки. Понимаете? Вот они сейчас пришли, конечно, а почему не пощупать? У них сейчас нет ничего, кроме России, но вот Украина теперь, нет ничего больше, поэтому они в Астрале там копаются, они хотят получить доступ, даже заплатят, кстати, на каких условиях, не знаю. Они могут инвестировать в этот процесс. они пробуют ее и будут вести разведочную работу. И 50 лет здесь не работают? 50 лет, не знаю, если копаются, надолго уже будет. Потому что, если там что-то окажется, ну, во-первых, срок жизни и месторождения не должен быть меньше 35-40 лет, как минимум, а ты 50 лет. Конечно, куда он идет? Вы что, шутите, что ли? Одна тонна нефти переработает, это не газ, а тысяча кубов. Одна тонна нефти переработает, керосин, лиграин, бензин, все продукты. А сколько машин ездит? Уважаемый Радулин Михайлович, я благодарю вас за ответ, я его хотел задать, но я понял по-другому вопрос. Не о тех, кто принимал участие, а тех, кто в Национальной Академии Наук я и другие свои, как говорят, общества ученых в Украине принимают и в том числе и в этом круглом столе и над конкретной проблемой, но конкретика, и я вас поддержу, что приведу пример, что методом ЕМР, ядерно-магнитным резонансом, это самый точный на сегодняшний способ исследования содержания углеводородов, мне посчастливилось пять лет быть заведующим отделом физико-техническом институте Национальной Академии Наук Украины, где была лаборатория ядерно-магнитного резонанса. И мы исследовали, я вот не случайно задаю вопрос, я вам больше одного процента и его нет в сланцах. Кроме того, физико-механические свойства, о которых вы говорите, о том вязкость и пластичность, она перекрывает в шахте шпур. А мы говорим о скважинах, да там такие давления на такой глубине, и опористости. Это реплика такая, уже я в кулуарах, ко мне подошли и сказали, что общие разговоры, а цифры нет. Вот вам цифры. У меня есть отчеты, в которых мы точно отвечали на ядерном уровне содержания углеводородов. И такие обстоятельства, я просто так не хотел высказываться, но нет там этого газа свободного. Придумали твердый раствор метана в твердом твердый раствор. Долгое время это у нас один из ученых носился с этим, с этой идеей. И теперь я не хочу резко высказываться, на чем происходит фекуляция. Я сказал, откуда сланцевый газ, вернее, газ плаг. По природе нет. Песчанец сопутствующий, который обладает на такой глубине пористый. Может быть источником еще подкупольным глина перекрывает, и тогда если туда попасть, туда подкупольное некое скопление газа может быть. Поэтому я хотел сказать, что на самом деле есть ученые в Украине, чтобы вы не сомневались, другое дело, а вот тот вопрос, который вы прямо ставили, ну, вы наш зарубежный коллега, даже иногда можно было бы и прямо задать. Так почему же подписывали, не учитывая существующее мнение по этому поводу? Спасибо. Александр Федорович, я хочу сказать, что нет, вы все абсолютно правильно сказали, абсолютно правильно сказали. И вопрос вот, да, мы там, я извиняюсь, по поводу участия науки в этом деле, вот у нас в этом отношении, ну, не так уж я амбициозно врубью, в этом отношении, конечно, там, вот, когда Путин проводит, он так подобные вещи всегда ученых привлекает. А Сечин сейчас Лаверова взял в совет себе, который осуществляет все сейчас научную деятельность там, вице-президент Академии наук. А кто здесь смешал? Я, слава Богу, член международного комитета вот сейчас уже вышли, потому что новый состав уже по глобальной энергии. Мы же пропускали вашего президента на глобальную энергию. Патона? Ничего себе. Какой еще ученый нужен? Ну, понятно, что там возраст. Ну, дали бы ему команду, бы он организовал бы, и кто-то из этого круга попал бы туда, может быть, и сидел бы, уже бы оттуда пришел бы, собрались бы, слушали бы какие-то, хоть уже конкретные, какую-то конкретику, а не те вопросы, которые я задаю. Это неправильно, так нельзя. что вы. Это не, во-первых, как можно не изучить всесторонний вот керн, да, и принимать решения, вот, чтобы тратить деньги на, вот сейчас они проборят, представьте себе, да, ну, предположим, не дай Бог, дай Бог, чтобы было что-то. Хотя, может, не дай Бог, хорошо или плохо, это, да. Тогда, значит, надо вот этот, весь керн, конечно, чтобы он хотя бы 90% был вынесен из продуктивной части, исследуемый, да, и всесторонний вот, ГМР надо посмотреть, томографические исследования надо посмотреть, физику, петрофизику надо посмотреть, собрать все данные надо. А если, если данных нет, как вы можете по данным геофизики потом, да, построить всю модель, по которой считать будете дальше в проекте. Если у вас геофизика должна быть, и все остальные вот составляющие, исследования которых я сказал, они составляют базу, чтобы построить настоящую, трехмерную, математическую модель для расчета, проекта самого. Надо в советники пойти, начали туда. Спасибо. Еще вопросы, Значит, у меня не вопрос, я хочу прокомментировать слова Карины Петровны по поводу договора, где указано у нас, есть ли у нас, будет там нефть, или исландцы, и так далее. В договоре четко написано, что углеводороды, а углеводороды, это у нас и сланцевый газ, и в том числе нефть. Поэтому, поддерживаю ваши слова, скорее всего, это так и есть. И как свой вывод делают, у нас повод в дискуссии, что, в принципе, вся эта затея, весь этот договор, цель, главная какая была? Это принудительный захват территории, при том, решив вопрос с определенными личностями, главное сюда зайти. Сейчас мы все видим, что никаких войн, слава богу, нигде не происходит. Но это, в принципе, делается в мирных целях. А потом отсюда мы никогда в жизни не выкурим. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Из всех присутствующих, наверное, для абсолютного большинства, понятно, что возможны экологические, техногенные проблемы в регионе Харьковском. А вот на ваш взгляд, коснутся ли при наличии этих проблем у нас, в Белгородской области? Где-где? В Белгородской области. И Ростовская область. И Ростовская область. То есть, с ограниченной территорией. Нет, если проблема возникнет, то она проблема, она для всех будет проблемой. Только масштабы проблемы я не могу сейчас оценить. А то, что будет проблема, потому что сама по себе вообще весь подход это проблематично. Понимаете? Вот для того, чтобы сказать твердо, я говорю, если вот на наличии сейчас вот все это было бы, о чем я говорю, тогда можно было бы, конечно, уже говорить, какая плотность породы, какая емкостная характеристика ее, ничего не имеет. Только если это будет проблема на самом деле, о чем говорили, я не говорил о том, что, значит, это самое, я говорил об опасности. Не дай Бог, водоносный пласт попадет. Это известное дело. Это, кстати, экологические службы у нас, и у вас очень жестко смотрят проекты все эти. Наличие водоносного пласта, а мы там бурим, и там все, слава Богу, тоже немало подарков в кавычках приносим. Но в данном случае, если подтвердится то, что здесь говорили о сланцевом газе, вот с точки зрения вот то, что мы видели, она везде будет, эта проблема. А что вы думаете? То есть эта проблема не только, то есть это правда? Нет, нет, нет. Я всегда говорю одно, где эти месторождения, о которых они говорят, добывают они 180 миллиардов, да? Где эти месторождения? Где вот вся действительная правда все о них? Где? Какой публикации? Нашей? Я же говорю, это публикации наши друг у друга. Одна балбашка. А? Одна балбашка. Ну вы посмотрите, если просмотрите, вот соберете там, скажем, вот у меня книжка есть одна хорошая, я говорил Владимиру Дмитриевичу, она на Украине издана. Хорошие ребята там собрались, написали книжку. Хорошие, молодцы, ничего не скажешь. Обзор хороший. Но я читаю, а у меня в голове текст, который у меня материал лежит с разных источников. То есть молодцы, что создали такую обобщенность. Это безусловно надо дать должное. А с другой стороны, мы покупаемся в одной и той же информации, но не имеем на самом деле ту истину, которая находится там, за бугром. А что они нам готовят дальше, я не знаю. Как сказал один мудрый человек уже по этому поводу, ну не буду говорить, это очень сильное слово. Так, пожалуйста, что еще есть? Есть вопросы? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники КРУ-Сала, поскольку здесь вот говорили о Белгородской области, а я имею честь представлять его вместе с коллегами, хочу включиться в разговор и, во-первых, попросить,